Сегодня стали известны результаты исследования КВАСа. Неделю назад наша съемочная группа отправилась в рейд по торговым точкам продажи раздлинных напитков. В центре внимания оказались три места в центре Саратова, на пересечении улиц Солиная и Чернышевского, Московская и Чернышевского, а также Рабочая и Бахметьевская. Вместе с общественниками и представителями Роспотребнадзора журналисты проверяли условия содержания одноразовой посуды, наличие документации на товар и его качество. Ни одна торговая точка не прошла санитарный контроль. Просроченные сертификаты, бирки на кегах от 4 мая и ничем не прикрытая тара стали итогом рейда. Также наша съемочная группа решила проверить качество любимого всеми напитка, взяв палитру на каждой торговой точке. Покупку отдали на экспертизу в Саратовскую межобластную ветеринарную лабораторию. По результатам исследований, несмотря на жуткую антисанитарию, КВАС оказался свежим. Один из главных показателей безопасности именно – это микробиологические показатели. И в частности, вот именно тот показатель, на который мы смотрели – бактерии группы кишечной палочки. После проведенных исследований никаких несоответствий не выявлено. Бактерии группы кишечных палочек не обнаружены. То есть это говорит о том, что продукцию вся доброкачественная, ее можно использовать. Тем не менее, условия продажи летних напитков оставляют желать лучшего. После рейда общественники намерены составить акт и направить его в Роспотребнадзор. Сотрудники профильного ведомства в обязательном порядке выйдут с повторной проверкой. За такие нарушения, как отсутствие документов и несоблюдение санитарных норм, положен штраф в размере до 30 тысяч рублей.